Я сейчас не пытаюсь выглядеть таким интересным чуваком, а социальным только из автобусов. Вы многие из Баладара на машинах ехали? Да, да, да. Как вам наша трасса Баладарская, Астанинская? Сколько? Десять лет, да, я уже получил? Ну вот просто вы считаете это правильно? Нет! Да, много вопросов к этой трассе, много раз за десять лет говорили, что я делаю, не делаю, но все, но опять-таки я делаю. Я реально много раз очень ездил, я не просто так об этом говорю, а опять лишь бы прибавить еще этот интересный повод. Оказывается, не только резиденты комеди-клаб, как правильно выразились подписчики моего канала, скоморохи канала ТНТ из России, лезут в казахстанскую политику. Вот нам впаривают этого Нурлана Сабурова в Акимы, города Казахстана, этого Акима Курлы-Мурлы. Об этом я уже делал в видеовыпуск. Оказывается, этот наркоман Скриптонит тоже активно сейчас пиарится в политической сфере, опять делает политические призывы, призывает не строить никаких заводов в Казахстане, в частности в Павлодаре. Он выступает против этого завода по выпуску кальцинированной соды, поэтому продолжаю эту тему. Что такое кальцинированная сода? Это стратегический продукт, который никогда, подчеркиваю еще раз, никогда не выпускался на территории Казахстана. Почему он не выпускался в советское время? Потому что, еще раз повторяю, это стратегический продукт. Кальцинированная сода используется во всех отраслях быта, жизни человека. Посмотрите в окно, вы видите, стекло, прозрачное стекло. Все стекла в Казахстане сделаны с помощью кальцинированной соды. Помойте руки, сходите в ванну. Мыло сделано с помощью кальцинированной соды. Закиньте белье в стиральную машинку, киньте хороший качественный порошок Ариэль или Персил. Во всех этих порошках присутствует кальцинированная сода. Выпуск этих качественных моющих средств сопряжен с использованием кальцинированной соды. Все это делается в Казахстане, может быть что-то не делается, что-то делается, но чтобы все это выпускать в Казахстане, нужно закупать кальцинированную соду. И Казахстан все 30 лет независимости именно это и делал. Закупал кальцинированную соду, легко догадаться, на территории России. Кальцинированную соду, самое ближайшее место, где выпускают в России, это наши братья Башкиры. В Башкирии этот завод привезли, между прочим, из Германии. По итогам Второй мировой войны отобрали у фрицев, у этих фашистов, негодяев. Хороший завод по выпуску кальцинированной соды, привезли его в Башкирию, развернули его там. Всех этих людей, причастных к строительству, то есть к воровству этого немецкого завода по выпуску кальцинированной соды в 40-х годах 20 века представили к званиям героев социалистического труда. Все они возведены в статус советских святых. Можете сами погуглить и найти, это очень легко сделать. Поэтому я не понимаю, о чем говорит Скриптонит. Наверное, Скриптонит хочет, чтобы мы все сидели дома, без окон, без дверей, не стирали свои грязные трусы и носки, наверное, только доили своих двух коров. Кстати, вот про двух коров он забыл сказать. Ну да ладно, не будем сильно придираться про двух коров. Я вот вспомнил его высказывание еще по поводу казахстанских дорог. Пару лет назад он в городе Астане, тогда Нур-Султан назывался Астаной, он высказывался о том, что трассу между Павлодаром и Астаной строят очень долго. А между прочим, асфальтобетон, самый распространенный материал для покрытия автомобильных дорог в Казахстане, использует битум. А битум это производная от нефтехимической отрасли. То есть из нефти делают много чего хорошего, в том числе и битум. А чтобы из нефти сделать битум, догадайтесь, что нужно. Да-да, нужно очень много качественной кальцинированной соды. Наверное, скорее всего, Казахстан с трудом строил все эти годы дороги, потому что кальцинированную соду мы покупали не за рубли, я уверен, не за рубли, а именно за доллары у наших ближайших союзников Российской Федерации. И вот теперь, наконец-то, Казахстан с помощью китайских, между прочим, инвесторов, опять же, пища для размышления, китайские инвесторы помогают нам, казахам, построить собственный завод по выпуску кальцинированной соды. Наверное, бедный скриптонит теперь очень сильно расстроен, что теперь дороги в Казахстане будут строить намного проще, намного быстрее, а возможно, даже намного и качественнее. Мало ли мы знаем, какую там кальцинированную соду присылают наши соседи. Может, они специально ее бодяжат, чтобы наши дороги быстрее разваливались. Все может быть, все может быть. Но теперь, по поводу кальцинированной соды, если завод этот китайский в Павлодаре мы построим, мы можем быть спокойны. Поэтому, дорогой скриптонит, больше, пожалуйста, не переживайте за казахстанские дороги, потому что один очень важный ингредиент асфальтобетонного покрытия в Казахстане будет выпускаться на территории Павлодара. Чему все казахстанцы, конечно же, я уверен, безусловно, очень рады. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram аккаунты. Ссылки смотрите в описании к видео. И до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok